Привет! Еще раз давно не виделись. Я бегу в спортзал, быстренько провести такую хардкорскую тренировочку силовую, выпустить свою энергию, которая дала мне голова рана волшебная. Вот, потом быстренько собираюсь и мчу в аэропорт. В восемь вечера буду в Москве. Может куда-нибудь схожу. А сестра по делам поеду. Можно будет встретиться с тренером, провести интервью, показать форму. Озинг свой, который уже давно не отрабатывала. Вот. И послезавтра, 4 сентября, начинается утро с центра. Пять утра, как обычно. Я буду все убудить и направляться на утреннюю пробежку. Вот. Так что присоединяйтесь. Как обычно, по хэштегу бегаем вместе. Ровно две недели. Вот. Гуарана не вызывает ли привыкания? Нет. Ну, на самом деле, гуарана послабше, чем жиросжигатель. Ну, как бы у меня не вызывает. А жиросжигатель вызывает. Ну, от него сложные отходники начинаются. От гуарана не такие отходники прям. Вот. Поэтому гуарану тоже нельзя каждый день принимать. Я ее принимаю там в крайних случаях, когда вот безвыходная ситуация, я понимаю, что мне нужны силы, а у меня их тупо нет. Да, мне нужно еще кучу-кучу дел сделать. Вот. Только тогда, когда у меня прекрасное настроение, когда у меня есть время, когда у меня есть время, зачем мне ее принимать. принимаю ему там раз в четыре месяца, раз там в полгода. Вот. Грудь классная. Да, на самом деле, это пуш-ап. Да ладно! Сегодня что, воскресенье? Твою мать! Сходила в зал! Я забыла, что сегодня воскресенье! Черт, блин! У меня есть другой зал. Придется идти в него, в фитнес-лайк. Как так, ребята? Как можно было забыть, что сегодня воскресенье? Черт. Ну, а не бывает безвыходных ситуаций. Пойдем к конкуренту. Что делать? Что делать? Идем к конкуренту. Тренировка важнее всего. Потренируемся там. Ничего страшного. Только надо все это делать. Ох! Тут вообще у нас красота, конечно. Вот. В поселке. Извините, мне солнце отсвечивает. Я могу некоторые сообщения не видеть, что вы там пишете. Вот. Можно еще раз про фирму одежды спортивной. Я являюсь официальным представителем фирмы одежды DF Original. Вот. Которая на мне. Ссылки много. В постах есть ссылки. Если нужно, еще раз скину ссылку в сториз. Пишите D. Буковка. Сейчас я вот так. Делайте скрин. Это фирма. Для меня она самая лучшая. Черт воскресенье. Как? Просто как, блин? Я уже настрелась. Думаю, сейчас как? Бахну. Ну, нет. Можно было развернуться. Пойти домой. И так далее. Ну, я вчера отдыхала. Ну, точнее, я не отдыхала. Занималась вопросами по кафе. Встречались. Обсуждали. Бизнес-план. Вот. С людьми, которые в этом разбираются. Просто целый день моталась. Ну, поэтому вчера было не до тренировки. Вот. Когда мне не до тренировки, конечно, я лучше пропущу. Но на следующий день я должна отработать это по полной программе. Рассказывать, где ты работаешь. Или это секрет? Я чем-то занимаюсь. А вы не видите, чем я занимаюсь? Нет, это не секрет. Я составляла программу питания и тренировок по всему миру. У меня каждый день очень много заказов. Я работаю удаленно. Плюс у меня магазин одежды. Ториш Модшоп, который тоже мне приносит прибыль. Плюс у меня конкурсная страница, на которой я работаю. Набираю спонсоров. Они платят денежки, за счет которых я устраиваю конкурсы. И тоже имею прибыль. Плюс у меня фитнес-туры регулярно. Раз в 4 месяца, раз в 3 месяца. Которые тоже приносят прибыль. Плюс мои какие-то проекты. Сейчас фитнес-марафон. Который первый я провела бесплатно. Сейчас, конечно же, за денежку. Который также приносит мне прибыль. Моя работа. Менять жизнь людей в направлении фитнеса и спорта. И за это я получаю деньги. Сама придумала работу. Сама работаю. Вот и все. Как считаешь, нужно ли делать мужчине комплименты во внешности, во внешнем ступорском качестве? Ну, честно, я этого не люблю. Вот. Я никогда не балую своего мужа комплиментами и так далее. Но точно знаю, если я ему скажу комплимент, он там растворится весь. И ему будет очень приятно. Поэтому, ну, все зависит от мужчины. Ну, как бы баловать их однозначно не нужно. Ну, и от комплиментов тоже. Ну, как бы все должно быть в меру, я считаю. Вот. Для похудения можно пить БЦА плюс Л-карнитин? Да, конечно, можно. Ну, и Л-карнитин, ну, для меня он слабенький и бессмысленный просто. Ставят траты денег. Вот. Ой, домик какой-то построили. Видели? Да, раньше тут еще и одно болото было. Упец. Сейчас уже все расстроили. Ой, думаю, где я раньше жила, вот здесь мы снимали трехкомнатную квартиру. И вот тут в трех местах жили. Знаете, такая ностальгия, как будто у меня в каждом месте, где я жила, как будто разные жизни. Там вообще одна, тут другая, и такая своя какая-то энергетика. Когда заходишь в это место спустя время, и вот все-все-все ощущаешь внутри, как будто ты в прошлое попал. Это очень прикольно. Как посчитать бы жил при кормлении грудью? Считайте, дефицит не считайте и все. Ну, смотря на каком месяце вы кормите. Если у ребенка первый триместр кормления грудью до трех месяцев, то, соответственно, никакого дефицита быть не должно. Вот. Получается, как норма питания у вас. За счет кормления у вас создается дефицит. Если ребенок уже большой, и он уже давно на прикорме, то разрешено создавать дефицит в питании. То есть норму высчитывайте. И высчитывайте небольшой дефицит, но не более там трехсот. Пятьсот это уже много. Все в зависимости от того, как у вас ребенок. Что там? Скажи, пожалуйста, какой вес безопасный взять для начинашек? Не, каждый сам берет свой вес. И все это сугубо индивидуально. Вес тот, на который... Цатурян... Наберите решетка. Цатурян рабочий вес. Там написано, как правильно подобрать рабочий вес. Вот. Исходя из этих там всех параметров. Лично. Ну, 11-й, 20-й раз какое-то повторение делаете. Несмотря какая цель, какой метод тренировок. Жаль, что... Была такая классная. Жаль, что с вами нельзя познакомиться лично. Почему, что со мной нельзя познакомиться лично? Со мной знакомиться на марафонах, на фитнес-турах. Вот. Я периодически устраиваю встречи с подписчиками. В разных городах. Почему нет? Вот. В дальнейшем, может быть, займусь спикерством. А какой йогурт можно есть? Я не нашла в сторис, какой ты рекомендовала. Йогурт, который не содержит сахара и сливок. Все просто закваска и нормализованное молоко. Что делать, если на спине сверху небольшой кор появляется? Можно ли... Ну, можно, конечно. Ну, с родителями мануальщику. Он вам все проконсультирует и скажет по этому поводу. Вот. Еще на многие вопросы сегодня ответила в утреннем прямом эфире. Смотрите утренний прямой эфир, потому что там уже некоторые ответы на ваши вопросы есть, которые вы опять тут дублируете. Ну и в сторис тоже. Рот сушит. Рот сушит от того, что я с вами разговариваю. От этого и рот сушит. Как относишься к медиамам? Да положительно отношусь. Почему нет? Я вообще положительно отношусь ко всем натуральным продуктам, которые создала природа. Давай встречу в Москве. В каком виде принимаешь в Гуарану? В Гуарану в жидком виде мне нравится принимать. Выпила все и пошла. Вот. Встречу в Москве. Девчата, я постараюсь, если силы будут как-то после тренировки, после интервью. А, ну какое? Я сегодня вечером вылетаю, завтра вечером обратно улетаю. Я даже там, не знаю, если только сегодня вечером после прилета где-то встретиться там, где я буду рядом жить. Может быть там. Ну и честно пока не знаю, потому что прилетаю только на сутки. И все, я ненадолго. У тебя открыт ИП. Нет, у меня ничего не открыто. Но скоро буду открывать. При наборе массы какие-то витаминки. Но общий курс витаминов там, но почему нужно принимать? На самом деле. Еще воды куплю. Это действительно рот сушит. Так. Вот сейчас наполовину магнита просто вот так убрала к ядрине фене. На самом деле. Блин, где вода, вода, вода вообще в другую сторону. Если бы я очистила продукты, тут бы не осталось ровным счетом ничего. Я такой скажу. Так зачем беременным делать упражнения? Девочки, вы до беременности ничего не делали. А тут во время беременности решайте сделать какие-то упражнения. Самое лучшее упражнение для беременных не есть гадость. Следите за тем, что кушайте и ваша фигура будет просто идеальна без каких-либо физнагрузок. И все. Не заморачивайтесь себе головы. Я вас очень прошу. Я ничего не вирую. Я ничего не вирую.